Итак, значит, мы продолжаем изучать перте. Вот мы уже подошли к завершению первой главы. Завершение первой главы приятнее всего завершать, когда есть законченные такие вот прямо отрывки, когда начинаешь, бросаешь, это неинтересно. Интересно завершать. И мы уже приблизились, осталось две Мишны до конца первой главы трактата «Учение отцов». И сейчас у нас Мишна под номером, она идет у нас под номером семнадцатым. На перте его делают? Ну, сделаем, сделаем, конечно. Значит, семнадцатая глава, шестнадцатая или семнадцатая, да? Семнадцатая. Значит, до этого мы изучили, что говорил Робан Гамлеэль. Робан Гамлеэль был такой очень однозначный, директивный такой человек. И он говорил, значит, сделай себе рава, уйди от сомнения, чтобы не было никаких сомнений. И не отделяй Маасер на глаз, а все делай точно. То есть, нужна везде точность. И у него был сын. Сын у него был Шимон Бно. Ну, понятно, что при таком директивном папе сын тоже стал прямой, да? То есть, он стал прямой. Видишь, тоже следующее поколение, последующее поколение, оно тоже уже было по одному. То есть, его сыну он возглавлял, еврестий народ потом, да? Последняя мишна будет, сейчас он Шимон Бно, он еще когда был при папе, да? Пока папа был на си. А следующая глава будет Шимон Бен Гамлеэль. Робан Шимон Бен Гамлеэль. Он уже стал Робан, он как бы поднялся, занял папе на место, да. Так, занял пост на си. Это не было папе на место, он занял пост на си. И вот он говорил, пока еще был сыном, он говорил так. Коли Амай Гадальте, Гудальте, здесь огласовка. Гудальте Бен Ахахамим. Тамга Тудгу. Значит, всю жизнь свою я рос между мудрецов, сказал он. Значит, этим самым он как бы показал нам две вещи очень важные. Он Шимон Бно, сын Робан Гамлеэля. И всю жизнь я рос среди мудрецов. Сейчас я сразу скажу, интересно, когда начинается Мишли притча. Царь Соломон начинает так, что Мишли Шломо Бен Давид Мелых Истраэль, я не помню, в Мишли, он в Коэлите, по-моему, в Иерусалиме, а в Мишли над Израилем, над всем еще. И говорят, мудрецы-комментаторы, они говорят, смотрите, он вначале, перед тем, как что-то говорить, он сказал, откуда он это взял. Что я Шломо, которому Бог дал пророчество, я Бен Давид, я сын Давида, сын пророка, сын царя Давида. И я царь Верусалиме, то есть я Гадальти Бен Ахахамим, меня окружают самые великие мудрецы. И когда ты начинаешь что-то говорить, очень важно правильно представиться. И здесь есть, я Шимон Бно, сын. И сейчас говорят интересную вещь, что очень сильно на человека влияют две вещи, на его будущее. Больше, ну, больше, чем все остальное. Генетика родителей, да, кто родители. Вот очень интересно, брали исследования, было огромное исследование, приемные дети. И они все равно, как бы их родители не пытались воспитывать, приемные родители, они все равно шли больше, у них было больше влияния генетического от того, что у них было из их семьи. Я думал, все с детства, первые пять лет. Вот, теперь, но дальше, второй по влиянию на воспитание детей, второй по силе влияния на воспитание детей, фактор, это окружение. Окружение, именно кто их окружает. Потому что родители, они детям все время говорят, сделай то, сделай то, сделай то, но есть очень правильная английская поговорка такая, не воспитывайте детей, воспитывайте себя, ваши дети все равно будут такие же, как вы. То есть на детей больше влияет генетика и пример родителей, чем то, что родители говорят. И второй по фактору, по силе влияния, фактор, это окружение. Так здесь Шимон Бно сразу подчеркивает нам Тора, что он был сыном Рабангом Лиеля. И здесь, да, коля май гадальти бена хахамим. Он говорит, меня окружали всю жизнь только мудрецы. И какой вывод он сделал? Вело мацати лягуфтов миштяка. Он говорит, и ничего не нашло лучше для тела, чем молчание. Значит, дальше мы разберемся, что он имел в виду. Вело амидраш икар. И не мидраш, это свойство, есть четыре уровня изучения Торы. Есть пшат, когда ты понимаешь просто слова, понимаешь внешний смысл. Теперь второй это ремес, намек. Когда у тебя есть обширное знание, ты понимаешь каждое слово, на что оно намекает. Или каждое понятие, то есть у тебя появляется видение такой картины. Да, да. Теперь третий уровень, более глубокий, называется друж. То есть ледрож. То есть драж, друж, мидраж. Это все один корень. Это от слова дарша цемеру фишки. Ледрож это вытаскивать. Это вытаскивать, когда есть шерсть, вытаскивать из нее нить. Это называется ледрож. Когда ты берешь из одного, вытаскиваешь другое. То есть это, когда ты берешь из одного, вытаскиваешь абсолютно другой смысл. Который можно вытащить, только если ты обладаешь специальными навыками дешифрования. Шифр дешифрования. То есть тут чуть-чуть есть похожее. Так вот, он говорит в ло, амидраж и кар. И самые великие мудрецитуры, их величие как раз в этом и выражается, что они могут, ледрож, они могут из одного слова, из одного какой-то суди в Талмуде, из одного какого-то дела, вытащить целые книги смыслов. Целые книги. Есть книга, например, Зоар, она берет слово Берейшит. И прямо из этого слова Берейшит вытаскивает, 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 вытаскивает смыслы. Целую книгу смыслов вытаскивает из одного слова. И сказал Шиман Беншель Раббан Гамлея, сын Раббана Гамлея, он сказал, всю жизнь я рос между мудрецов. И не нашел я для тела ничего лучшего, чем молчание. И не мидраж, не вот это качество вытаскивания смыслов из одного слова, это основа. Основа чего? Основа служения Богу. А только амасе, дело. Дело. Потому что ты можешь быть очень-очень умным, можешь знать всю Тору. Если ты не выполняешь, то это ни о чем вообще. Это даже идет, написано, что тот, кто учит и не выполняет, он вообще лучше бы и не рожался. И лучше бы не учил. Потому что Тора становится тогда как яд для него, да? Если она оторвана от страха любви к Богу и от выполнения заповедей. То есть это тогда вообще ни о чем. Есть как профессора по Танафу, вот они это разбирают. Для них это пустые слова, абсолютно пустые слова, которые абсолютно не дают им ничего, если они не делают, не выполняют заповеди. Это то, о чем он сказал. И не мидраж, не вот это качество вытаскивания смыслов, это главное. А только маосе, дело. Выколь амарбе дворим. И каждый, кто умножает слова, мавихет, приводит грех. Очень интересно. Каждый, кто умножает слова, приводит грех. Давайте разберем теперь, что с самого начала. Значит, первое, что он сказал, что самое лучшее для тела, это штика. Почему именно для тела? Значит, здесь опять же мы входим в... Надо понять, как работает вообще Тора, как устроен человек. Если у человека мясо. Мясо это набор белков, набор клеток. Мясо, человек состоит из такой мешок, кожаный мешок, в котором есть мясо, килограмм там 50, вырезки, такого, как на базаре продают. И косточки, такой стилет, состоящий из очень много на шарнирах таких косточек, сотни, сотни кости. И вот этот вот, на шарнирах, этот стилет, на него одето мясо, внутри есть тишочки, метров 30, наверное, не меньше, а может и больше, больше, чем 30 метров этих тишок. И 5 литров крови, по-моему, да? 100 километров сосудов. Это кровь. В общем, мешок-мешок такой, да? Теперь, почему этот мешок двигается? Как человек может силой мысли двигать этот мешок? Каким образом может в этом мешке быть заложена программа уничтожения микробов? Зашел микроб, на него сразу иммунитет. Зашел другой микроб, пошли другие на него антитела, да? Гормональная вся эта вещь, которая вызывает, тут она вызывает возбуждение, тут она вызывает удовольствие. Кто этим всем управляет? Как это может быть, чтобы огромная сложнейшая система была без управления? Ну как, попробуй, вот, все на самотете. Значит, есть, есть заложенное программное обеспечение, прошито такое, запечатанное. Это управление инстинктами. Это управление, это называется безусловные рефлексы. То, что не выработано, а то, что вот, оно прям, установьте по умолчанию, безусловные рефлексы. И они управляют вот этой всей конструкцией. Значит, они прошиты в программный код человека, скажем так. И на языке Тора это называется нефеш, животная душа. Потому что эти инстинкты, эти условные рефлексы, безусловные рефлексы, они прошиты и у людей, и у животных. У животных тоже есть безусловные рефлексы. Значит, нефеш, животная душа. Теперь эта вся система управляется намерением. Намерение называется руах. То есть, вот человек, он захотел там покушать, и у него тело жих повернулось. Захотел туда. Сейчас очень интересно, есть вот эти вот, ну, такие штуки, ты на нее становишься и едешь. Знаешь, на электричестве. И она реально управляется силой мысли. Ты так намерением думаешь, ехать туда. И маленькое движение мысли производит небольшое движение в ступнях и в тазе, и ты поехал туда. Потом ты оп, поехать туда, поехал туда, поехал сюда. Знаешь, то есть ты намерением, куда ты хочешь ехать, ты управляешь своим телом и вот этой электрической штукой. На иврите это называется руах. Есть нефеш, животная душа. Это прошивка, установьте по умолчанию. Есть руах, это дух, дух, воля и так далее. То есть ты направляешь намерением, куда ты это направляешь. И дальше есть интеллект, это программное уже обеспечение интеллекта, это уже условные рефлексы, то, что наработано. И мысли, которые ты впустил в голову, то, чему ты научился. И дальше есть в интеллекте есть божественная душа Нешама, которая включена, она это как божественный луч. И ты можешь интеллектом свободы выбора выбрать свое самоопределение. Или ты животное, или ты божественная душа, то есть то, с чем ты лично свое я, а я это некая личность. Это виртуальное такое, как сказать, ну это некое виртуальное создание в мозге, в мозге у самого же человека. Называется личность. Мое самоотождествление, с кем я себя отождествляю, кто я в интеллектуальном плане. Некоторые люди чувствуют свое тело, некоторые люди не чувствуют свое тело, не ощущают свое тело. Некоторые люди представляют свое тело кривым, некоторые ровным. Некоторые начинают заниматься йогой и учатся управлять своим телом мельчайшими деталями и процессами в теле. Это все личность и это все тренировка воли, ну и так далее. Теперь духовные люди, они изучают Тору для того, чтобы направить всю свою интеллектуальную и психическую энергию на служение Богу. Теперь, о чем сказал Рабан Шимон Бен Гамлиэль. Он сказал так, что для тела самое лучшее молчание, потому что когда ты начинаешь говорить, ты забираешь энергию из тела. Есть известная история, как был такой Рейш Латиш, он был разбойник. И вот он увидел в речке красивую голову. Он думает, женщина, наверное, значит голова. И он прыгнул прямо к этой женщине. Перепрыгнул он на тот берег реки. Глядь, а это не женщина, это мужчина, это Раби Йоханнан был. Значит он ему говорит, что ж ты меня попутал, говорит, такую красоту бы женщине. А Раби Йоханнан, он смотрит из воды на него, думает, вот такую силищу бы Тори. Он говорит, такую бы силу, вот такую, да, животную. Если бы ты направил на Тору, так вот это был бы вообще уровень. И тут Раби Йоханнан, он вспомнил, что у него есть сестра. Он говорит ему, слушай, говорит, а если ты такой до женщин, падки, да, у меня сестра есть. Она еще красивее, чем я. И я тебе ее отдам в жены, если ты начнешь учить Тору. Если ты возьмешь на себя прямо сейчас обязательство, что ты из вот этого разбойника животного превратишься в человека-мудреца Торы. Рейдж Лайдер же говорит, ну если такая красивая, как ты, согласен. И значит он прямо на месте решил стать мудрецом Тора, говорит, все, буду Тору. И думает, надо попрощаться с друзьями-разбойниками. И хотел прыгнуть на другой берег реки. И не долетел. Не долетел. Талмуд говорит, что как только он только принял, что он будет свою энергию направлять на Тору, у него сразу его животное физическое сила Тора Матешет Кохота Адам. А Тора, она убирает вот эту вот животную составляющую в человеке. То есть его направление мысли, его направление мышления, энергия уходит в духовную сферу. Да. И он не долетел до половины реки. Рейдж Лайдер. Значит, вот о чем говорил Рабан Шимон, он еще не был Рабаном, Шимон много говорил, что всю жизнь я рос между мудрецов и не нашел для тела ничего лучшего, чем молчание. Потому что когда ты молчишь, то у тебя и сила это не уходит. Теперь, а если ты зайдешь в Бэтмидраж, чем занимаются целый день изучающие Тору? Разговаривают. Без остановки они разговаривают. Разговаривают. И этим самым они совершенствуют интеллект и душу. То есть разговор человека, он совершенствует его мышление и душу. А молчание, оно совершенствует осознание тела. То есть ты когда молчишь, ты осознаешь свое тело. И в этот момент развивается тело. То есть, например, спортсмены у них, они голову используют, они в нее кушают. И они, ну там, ей бегают, на руках говоря, да. Теперь дальше. В Ло Амидраж Икар Эля Масе. Теперь он уже переходит на изучение самой Торы. И в изучении Торы есть выбор. То есть, как сказал Шимон Ацадик, Шимон первосвященник, да, праведник Шимон во второй мишне. На трех вещах стоит мир. На Торе, на изучении Торы, на Авуда служения и на добрых делах. Значит, есть три как бы кардинально разных пути к Богу. Есть путь интеллектуальный Тора, есть путь эмоциональной молитва, есть путь физической заповеди, да. Главная заповедь, минутка садим быть, воздавать добро другим людям. Но вы все три одновременно или каждого? Ради этого был создан мир, как он говорит. Но дальше пропорции человек сам для себя устанавливает по своей склонности и по своему выбору. Рабан, Рабан, не Рабан, не Рабан, Шимон Бнош, или Рабан Гамлиэль, он говорил, не Медраж главное. То есть, он был такой, как Хабадник, да, такой, Митсвойс, делать заповеди. Делать заповеди, он говорил, изучение Торы, оно важное, но это не Икар, не основа. А основа этого действия, надо сосредоточиться на заповедях, на действиях. Я, кстати, интересно сегодня понял, почему Хабад у них именно, они одевают тфелины. Почему именно тфелины? Что нет других заповедей? Потому что два раза в день мы говорим в Шма-Исраэль, и будут они знаком, там, повяжи их как знак на руку свою, и будут они знаком между глазами твоими. То есть, это мы говорим два раза в Шма-Исраэль, это важно. Поэтому любающийся Рабан, он сказал, одевайте тфелины, чтобы выполнить тфелины и шма. Они во время одевают тфелин, говорят, шма. То есть, он выбрал основные заповеди, которые прям Бог сказал конкретно, сделайте на них акцент. Значит, действия. И каждый, кто много говорит, приводит какой-то грех в этот мир. Значит, почему именно так? Как сказано в Тейлим, сказал царь Давид, что Кто человек, жаждущий жизни? Тот, кто любит все свои дни, видит добро. А как видит все свои жизни добро? Когда человек говорит, то, первое, он может говорить не о Торе. Тогда вообще он, ну, пустую, как бы использует свою психическую энергию. Во-вторых, он может сказать лошонара. В-третьих, его обязательно неправильно поймут, потому что понять правильно человека очень тяжело, потому что нет такого понятия правильного. И в итоге, как написано в Мишле, что жизнь и смерть на кончите языка. То есть, через язык легко обмануть, ошибиться, ошибить других людей, чтобы они ошиблись, обидеть кого-то и все. То есть, лучше молчать. Когда ты молчишь, ты точно в, как бы, избежишь плюсе, да, избежишь. И за умного сойдешь, кстати. Интересно, что чем ты больше молчишь, тем ты за умного больше сойдешь. Поэтому я сейчас замолкаю. Замолкаю. Давайте сделаем так же, что для тела лучше всего молчать. Для души лучше всего делать заповеди. Поэтому самая сейчас большая заповедь поделиться уроком Торы с другими, с тем, кому он нужен. В первую очередь, евреи обязаны учить Тору. Обязательно нужно все, кто еврей, поделиться с ними, заставить их учить Тору, потому что это очень важная заповедь, изучать Тору и обучать Торе. Поэтому все евреи поклялись Богу учить Тору, значит, поэтому надо учить Тору. Все, 20 минут в день, каждый должен изучать Тору, обязательно. И делать какие-то действия. Поделиться этим видео, это уже действия, прямо на сегодня хватит. Все, пока. Субтитры сделал DimaTorzok